Всем привет любители украинского футбола! В нашем футболе, как всегда, есть о чем и о ком поговорить. Поэтому в этом видео я расскажу о новом клубе Евгения Коноплянки, на какую позицию подпишет Динамо нового игрока, 11-м легионер и металлиста и многом другом. Друзья, официальный партнер легендарного клуба Челси, компания Parimatch, запустили акцию для всех любителей английской премьер-лиги. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, участвуйте и гарантированно получайте 300 фрибетов и возможность получить оригинальную футболку Челси. Акция активна до 22 февраля для новых и уже существующих игроков. Всем удачи! Опорный полузащитник, нападающий? Конечно же нет. Динамо интересуется центральным защитником Флуминенце. Как сообщает бразильский журналист Фабио Алекса на своей странице в Твиттер, Динамо всерьез заинтересована в подписании центрального защитника Флуминенца Нино. По информации источника Динамо, готова заплатить за центрального защитника Нино 5 миллионов евро. Кроме того, в подписании защитника заинтересованы российские клубы, которые могут вернуться к данному трансферу летом. Трансформарт оценивает трансферную стоимость футболиста в 6,5 миллионов евро. Бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянко таки подписал контракт с новым клубом. Новым клубом воспитанника кировоградского футбола станет польская Краковия. Что интересно, контракт с поляками рассчитан до конца сезона и будет иметь возможность продления еще на год. Скорее всего, поляки прекрасно понимают, что он может и здесь не заиграть, а поэтому подписали такой осторожный контракт. Кстати, напишите в комментариях, получится ли у Коноплянки хлопнуть дверью и показать, что он еще на что-то способен. Если вы думали, что новых легионеров этой зимой в Металлисте больше не будет, то это не так. На подходе еще один. Сообщается, что полузащитник Хорхе Рохас прилетел в Украину для заключения контракта с харьковчанами, утверждает журналист Сезар Луис Мерло. Если с медосмотром все пройдет гладко, то Парагвайц подпишет контракт до июня с возможностью продления еще на год. Пока Рохас находится в статусе свободного агента. Полузащитник имеет опыт выступления за Сера Портенио, Бенфику, Химнасию, Каретару, Тихуану и Олимпию. Также в его активе 16 матчей и 1 гол за сборную Парагвая. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил интерес английского Брэнфорда к их полузащитнику Михаилу Мудрику. Брэнфорд действительно интересовался. Сперва 12 миллионов евро, а потом предлагали 15 миллионов. Нет такого, что Михаил рвется в Брэнфорд с немыслимой силой. Он понимает, что сейчас нашел нужного тренера, который даст ему дорогу в серьезный европейский футбол. Я понимаю, что это АПЛ, но Мудрик, думаю, мечтает о топовом клубе. Он себя позиционирует намного сильнее, чем Брэнфорд. От себя добавлю, что полностью согласен с Палкиным. Лучше немного подождать и позже перейти в более сильный клуб. Тем более Мудрик провел всего лишь полугодичный хороший отрезок, а поэтому слишком рано говорить о его переходе. Днепр-1 в ближайшее время может подписать нового игрока, который должен заменить Даниила Игнатенко, ушедшего в аренду Бордо. Как сообщает YouTube-канал Тато Такэ, новичком клуба может стать 20-летний опорный полузащитник французского Реймса Дион Лопи. Также источник информирует, что клубы еще не закрыли трансфер, но клубы очень близки, чтобы подписать контракт. В этом сезоне в Лиге 1 он провел 13 матчей. Также в его активе матчет за сборную Сенегала разных возрастов. Трансфер Маркт оценивает его в 1,5 млн евро. Друзья, ну и небольшой эксклюзив от моего подписчика, который к тому же проживает в Турции и смог пообщаться с одним из тренеров УПЛ. Кстати, у него есть небольшой телеграм-канал, в котором он рассказывает про турецкий и немного про украинский футбол, поэтому рекомендую вам подписаться. Ссылку я оставлю в описании. Для моих друзей каналу Камон Плей футбольный клуб Маріуполь відомий тим, что раскрывает имена и помогает им дрости. Кого вы раскрыли на этих сборах? Взагалі, насколько много молодых и новых игроков? Вы знаете, если я дам ответ на это вопрос, я раскрою секрет и могу демотивировать деяких молодых ребят. Ну, до нас доедалось три нових виконавця молодых из Академии Шахтаря. Ну, действительно, хорошие, талановитые хлопцы. И что наиболее импонует в них, это то, что они, так сказать, не цураются, а работают. Это Гончар, Данило Гончар, Илья Улько и Эдуард Козик. Как вы оцениваете подготовку вашей команды от 1 до 10 в этих сборах? Ну, 9 с половиной по всем параметрам и умовам, и для тренувания, для проживания, и самое главное – отношение команды до своей работы. Друзья, но я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И первый вопрос. Как считаешь, какой рынок трансферной политики больше подходит Динамо – бразильский рынок или балканский? На самом деле, для современного клуба не должно быть проблем, откуда приезжают новые футболисты. Тем более, у Динамо были как удачные трансферы из Бразилии и с Балкан, так и неудачные из Балкан и Бразилии. Единственное, у игроков с балканских стран будет одно небольшое преимущество – это то, что будет проще понимать русский язык. Второй вопрос. Кто из игроков не из Динамо и Шахтера может реально усилить сборную в ближайшее время? Ну, я так понимаю, что вопрос задан про клубы УПЛ не считая Динамо и Шахтера, потому что если обращать внимание на украинских игроков из европейских чемпионатов, то там можно собрать вообще целую основу. Но вообще, если говорить о реальном усилении, то это только один игрок – это Артем Довбек, но он уже и так вызван в сборную. Ну а так можно просто вызывать интересных игроков в сборную, таких как Тотовицкий, Бабогла, Пихоленок, Дубенчак. Последний, конечно, сейчас играет в Динамо, но учитывая то, что он осенью играл за Днепр-1, поэтому пока будем считать его как игроком Днепровского клуба. Но в перспективе я бы отметил Олега Данченко, который сейчас перешел на правах аренды в Луганскую Зарю. Если у него получится набрать хорошую форму, то, как по мне, он может побороться и за место в основе. Ну и в этом же вопросе отвечу на еще один вопрос. Кем сейчас на данный момент металлист может усилиться из игроков с украинским паспортом? Вот тех игроков, про которых я сказал, что можно попробовать в сборной, кроме Тотовицкого и Дубенчака, я считаю, что могут подойти металлисту и усилить их. Ну и еще один вопрос. Как ты считаешь, нужен ли металлисту другой тренер? Конечно, сейчас много болельщиков-металлисток говорит о том, что у команды нет игры и она выигрывает только за счет индивидуальности игроков. Я думаю, что руководство клуба это тоже видит, но сейчас и до лета его точно увольнять не будут. А что касается самого вопроса и нужен ли металлисту новый тренер, то пока на данный момент, до лета, я считаю, что не нужно рубить с плеча и нанимать нового тренера. Но если такая тенденция продолжится с такой игрой, то конечно нужно поставить нового тренера. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео.